Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер коллеги, добрый вечер партнёры из таковых имеются сегодня на нашем вебинаре. Рад вас всех приветствовать. У нас с вами осталась, по сути дела, последняя майская неделя этого года, да, ну и в принципе достаточно напряжённая работа. Для тех, кто хочет получить серьёзное вознаграждение, для тех, кто хочет максимально донести информацию о нашей технологии своему окружению, прошу вас поставить плюсики, если меня видно, слышно хорошо в нашем чате. Рад снова, скажем так, присутствовать на данных мероприятиях. Даже где-то немножко соскучился, да, по работе и так далее. Отдых не может длиться вечно, отдых бывает активным и пассивным. Будем с вами двигаться, я думаю, что большинство из вас знают, да, то, что у нас осталось в последней неделе шестого этапа развития технологии компании Skyway. Вот, соответственно, тот дисконт, который есть на сегодняшний день, те пакеты акций, как по рассрочке, так и, скажем, приобретаемые единовременно, они живут в последнюю неделю. С 1 июля всё значительно изменится. Изменится целый ряд условий. И выплаты вознаграждений, да, то есть, скажем так, начислений на акционный счёт. То есть мы с вами привыкли, что нам одинаково начисляют на бонусный акцион, и сейчас всё это будет изменено. Ну и, конечно же, будет изменён дисконт. То есть в меньшую сторону рисковость нашего проекта с каждым днём становится всё меньше. Я думаю, вы стали замечать в новостях, что всё больше и больше средств массовой информации рассказывают о проекте Юницкого, да, о струнных технологиях, о том, что это перспективно. Министерство транспорта Российской Федерации тут к нам с 2016 года повернулось лицом, а не тем местом, которым поворачивалось обычно, да. И всё у нас двигается в направлении реализации нашего проекта. И, как говорит Анатолий Дарыч Юницкий уже целому ряду СМИ за последние там буквально две недели, что в 2016 году осенью мы продемонстрируем городскую трассу Skyway и лёгкую трассу, да, с так называемыми юнибайками. То есть мы с вами к этому достаточно близки. Ну, опять же, вот, сейчас, как говорится, горячая пора, не хочется отнимать много времени, да, в том плане, что большинство из вас может, скажем так, потратить время, которое он будет на вебинаре послушать то же самое, дать информацию окружающим людям. И, может быть, даже будет логично построить сегодняшнее наше общение, касаемое личного кабинета, в формате, может быть, у вас есть какие-то трудности, да, может, какие-то вопросы есть. Либо я могу, опять же, скажем так, пройти кратко по каждому пункту, либо, может быть, вы даже мне подскажете, на что больше мне обратить внимание. Вот, что у вас, у ваших партнеров вызывает большие трудности, в чем, скажем так, у них возникает большее количество проблем, когда они попадают в личный кабинет. Вот, и я знаю, что такое впервые попасть, скажем так, взяв в руки компьютеры, попасть в личный кабинет любой компании, в том числе и нашей, но тем не менее. Есть ли какие-то у вас пожелания, вопросы? Вот, я, наверное, с этого начну. Вчера, кстати, состоялось мероприятие довольно большое в городе Москва. То есть, было достаточно большое количество людей на презентации, которую проводила Ирина Волкова, Инета Анжина, Владимир Маслов, Сергей Сибиряков. Вот, данные мероприятия опять принято проводить, как мы их и проводили раз в две недели, поэтому обращаю ваше внимание на то, что у всех вас, проживающих в разных городах, я вижу, у нас здесь есть и Барнаул, и Кемерово, и Самара, да, рад вас всех приветствовать, и Новосибирск, я знаю, что Игорь Харизов из Новосибирска. Есть друзья, знакомые, которые могут быть потенциальными клиентами нашей компании, которые могут стать инвесторами. То есть, в принципе, информация о данных мероприятиях будет у нас высвечиваться в новостях, мы об этом будем говорить. Этих людей вы можете приглашать в Москве. В дальнейшем планируется, опять же, проведение живых презентаций с присутствием лидеров компании, лидеров, скажем, создания партнерских структур, вот, и в целом ряде городов, не только Российской Федерации. То есть, было бы желание лидеров этих регионов такие мероприятия проводить. Так, ну, в принципе, вопрос нормальный, да, вы знаете, вот то, что мы говорили, и дополнительно 1%, 2% и, скажем так, 3% к тому, что вы получаете по партнерской программе, ну, нигде не говорилось о том, что планируется это убрать. Это не акция, которая была временная, да, это дополнение к маркетингу, это дополнительный стимул к тому, чтобы вы строили структуру и чтобы вы зарабатывали деньги. Вы видели, что первого поколения у нас максимальная выплата, да, вот, и вы можете, скажем так, грамотно совмещать, способствовать тому, что ваша структура развивалась глубином, но при этом, как любят говорить лидеры MLM бизнеса, еще и работать в поле, то есть привлекать новых людей и не терять, скажем так, свою квалификацию в привлечении новых партнеров, в объяснении им, какую кнопку нажать и так далее, и так далее. Это вам будет приносить максимальный доход. Соответственно, данный пункт о выплате дополнительного бонуса с первого поколения от 1 до 3% в зависимости от количества транзакций, сделанных в вашем первом поколении, я думаю, что смысла нет его убирать и об этом речи как бы не идет вообще. То есть маркетинг не трогается. Единственное, что будет изменено, то, что вот мы говорили, это начисление денежных средств на акционный счет. Я думаю, что те из вас, кто инвестировал достаточно давно в наш проект, помнят, что шел разговор о том, что постоянно дарить акции компания не собирается. То есть мы максимально, скажем так, вознаграждаем тех партнеров, кто поверил на начальном этапе развития технологии, именно тех людей, у которых был максимальный риск вложения денежных средств. А вы знаете, что многие вкладывали не 100 долларов, там 100 точнее фунтов стерлингов, не 200, не 300, а были люди, которые вкладывали и 1000 фунтов, и 5 и более. Они максимально рисковали. Соответственно, начисление на акционный счет такого же количества денежных средств, как и на бонусный, оно было до сегодняшнего дня фактически. Осталось 6 дней. Вы знаете, я сейчас просто включу, поделиться экраном. И первое, что бросается в глаза в личном кабинете партнера компании Skyway Capital, это счетчик. Обратный счетчик. Что до смены дисконта у нас с вами осталось 6 дней, столько-то часов, столько-то минут и так далее. Я сейчас нажал «Начать трансляцию рабочего стола». Если вы поставите плюсики, что это видно. Хорошо, Игорь, давайте так и поступим. Я нажал «Поделиться экраном» и перехожу в личный кабинет партнера компании Skyway Capital. Я опускаю эту ситуацию, когда мы заходим, скажем так, на страницу нашего сайта, нажимаем кнопочку «Войти в наш кабинет» и выбираем, точнее заполняем свой логин, вписываем, а это у нас является адрес электронной почты, и пароль, который придумали при регистрации. Как только вы это делаете, вы попадаете в кабинет партнера компании Skyway Capital. И вы попадаете на главную страницу, которая сейчас у вас отражена на экране. У нас здесь три двигающиеся баннера, то есть их бывает два, бывает один. Сегодня их три, потому что у нас сейчас заканчивается действие программы для лидеров, и они имеют возможность бесплатно поехать на мероприятие в Кипре. Только что вы видели этот баннер. То, что у нас компания начисляется с августа месяца прошлого года по 100 акций, и следующее, то, что у нас рассрочка на 10 месяцев сейчас действует та, которую вы видите. То есть, по сути дела, в последние дни отживают данные пакеты, поэтому есть возможность приобрести себе рассрочку с очень выгодным дисконтом, потому что на следующий этап дисконт будет значительно снижен. Далее, что вы можете видеть на главной странице кабинета партнера компании Skyway Capital. Первое, это информация о ваших счетах. То есть, если вы только зарегистрировались, то у вас здесь везде нули. И на основном, на бонусном счете, вот переворачивающийся баннер слева, да, на акционном и на премиальном 100 акций, если вы только зарегистрируетесь, там будет написано 100 штук. Далее, если мы нажмем, подведем мышку, у нас есть три возможности. Сразу перейти, нажав кнопку «Пополнить счет», завести денежные средства в личный кабинет. Мы можем сделать вывод только тогда, когда мы что-то заработали по партнерской программе, и мы можем проследить транзакции. Но об этом мы с вами поговорим немножко впереди. Хорошо? То есть, у нас все, что происходит с деньгами в вашем личном кабинете, отражается в разделе «Транзакции». Далее, следующий баннер, который переворачивается, ваши фамилии, имя и квалификации. Да, то есть, и процент, скажем так, выполнения следующей квалификации. Здесь указано 72%, то есть, немного поработать, и можно подняться на следующую карьерную ступеньку. И написано, что реферальные ссылки находятся в разделе «Инструменты партнера». Вот после главной страницы я сделаю акцент вот именно на этом пункте. Далее, у вас написано здесь, какое количество инвесторов привлечено вами в первом поколении, и количество денежных средств в первом поколении. То есть, непосредственно за ваши личные рекомендации. Когда, конечно, вы зарегистрируетесь, у вас здесь нули. То есть, ноль инвесторов, ноль денежных средств. Если вы кому-либо давали информацию, свою реферальную ссылку, и люди регистрируют, соответственно, здесь происходит изменение этих цифр. Вот, кстати, если мы подведем мышку к этому баннеру, да, и он развернется, у нас есть возможность перейти в раздел, он также еще называется «Статистика». Вот с левой стороны у нас здесь есть меню личного кабинета, да, и, соответственно, вот раздел «Статистика», который тоже самое приведет вас туда же, если вы нажмете кнопку «Маркетинг» после разворота баннера, который является в нижнем ряду слева. И здесь информация на правом баннере, который тоже вращается, количество акций, которые вы приобрели, сотрудничая с компанией Skyway Capital, да, если у вас есть рассрочка, значит, какое количество акций зарезервировано у вас по рассрочке. Дальше вы можете нажать кнопку «Инвестировать» и сразу перейти в раздел «Инвестиции», выбирать себе пакеты, и в раздел «Новостей» вы можете попасть. На главной странице вы также можете увидеть круговую диаграмму, да, то есть количество партнеров, поливлеченных и денежных средств. Также информация о вашем росте по карьере, о вашей карьерной ступеньке, опять же, то есть что вам необходимо проделать для того, чтобы подняться до следующего уровня квалификации. То есть фактически здесь вы видите личные инвестиции. И дается информация, какое количество, скажем так, каких партнеров вам не привлечено. Дальше внизу последние пять, скажем, движений денежных средств в вашем личном кабинете. За что и куда вам было начислено, либо списано, то есть в соответствии с теми действиями, которые вы предпринимали. Это главная страница. Дальше, на что еще следует обратить внимание. На какой бы странице личного кабинета вы не находились, у вас будет желто-серое поле верхнее оставаться. И здесь у нас есть телефон службы поддержки и есть возможность позвонить сайту. То есть нажимая на эту кнопку «Позвонить сайту», у вас слева появляется окошко, где вам нужно разрешить доступ к вашему микрофону. И вы будете звонить в отдел информационной поддержки, который работает с 10 утра до 7 вечера по Москве. Я сейчас этого делать не буду, чтобы не отвлекать наших менеджеров, которые трудятся, скажем так, не покладая рук, целыми днями. Помогают компании привлекать инвестиции, помогают нашим потенциальным и уже являющимся партнерами физическим. Разобраться в информационной информации, помочь сделать какие-то действия в личном кабинете и так далее. Эта возможность реализована. Чем она удобна? Тем, что вы можете зарегистрироваться в России, например, находясь в отпуске, не в Турции, Египте, а где-нибудь на Кипре, в том же, в Португалии, на другом конце земного шара, в Южной и Северной Америке. Если у вас есть возможность выхода в интернет и есть какие-то вопросы, вы можете прямо из своего личного кабинета позвонить нам сюда. Далее есть возможность перейти на англоязычную версию личного кабинета. То есть для тех людей, для которых более приемлемо работать с нами и получать информацию на английском языке, пожалуйста, это все можно сделать. Дальше здесь есть ваша фотография. Если вы ее прикрепили в разделе профиля личного кабинета и написано ваше фамилия, имя, и нажимая на треугольник справа от вашей фамилии, имени, вы можете перейти в раздел профиля, его откорректировать, пополнить информацию в раздел документов. Потому что у нас в последнее время там выложен целый ряд полезных документов, с которыми вы можете ознакомиться, скачать на компьютер и давать даже эту информацию. Там брошюры, буклеты у нас есть в этом разделе. Вы можете их давать своим потенциальным партнерам, чтобы они могли красочно увидеть, что из себя представляет технология, и чтобы они могли разобраться, что мы им предлагаем. Либо вы можете зайти в раздел профиля и также в раздел документы из меню слева личного кабинета, который называется профиль. Тоже вы видите, персональные данные и документы. Персональные данные. Когда человек регистрируется, он подтверждает свою регистрацию, нажимая по ссылке на электронном почтовом ящике своем, который указывает при регистрации. И потом он верифицирует телефон. То есть, когда человек зарегистрировался, у него, скажем так, верифицирован электронный адрес, он синего цвета становится, телефон красный, и внизу кнопка. Так, верифицировать, либо, скажем так, пройти идентификацию. Нажимая эту кнопку, вам приходит на телефон смс с кодом, код вы вставляете в открывшееся окошко и тем самым подтверждаете, что это ваш телефон. Дальше, в момент регистрации у нас там стоит целый ряд кломбочек, галочек, да, то есть информирование о реферальных начислениях, получать информационную поддержку от менеджеров, да, согласиться на условия договора оферты, то есть, когда мы регистрируемся, все это надо сделать. Вот, и нажать кнопку ОК. Когда вы уже имеете свой личный кабинет, в нем есть информация о последних посещениях вашего личного кабинета, то есть, вы можете проверить, если вы не входили, а здесь есть вход в личный кабинет, вот, и вы можете обнаружить то, что вдруг кто-то в вашем кабинете побывал. Ну, я желаю всем, чтобы никто, кроме вас, в него не попадал. Дальше, у вас здесь есть информация о вашем наставнике, если вы зарегистрируетесь по чьей-то реферальной ссылке. Фамилия, имя, скайп, если человек указал его в профиле в своем, в таком же, в котором я сейчас вам показываю, телефон. Электронный адрес. Часто у нас происходит регистрация людей в интернете, и вот благодаря вот такой информации вы можете своего наставника найти и задать ему кучу вопросов, просить помощи. Для того, чтобы разобраться в проекте, да, для того, чтобы в дальнейшем строить партнерскую структуру, зарабатывать деньги и так далее. То есть, это очень удобно. Дальше, вы сами здесь можете внести другой телефон, свои ссылки на страницы в социальных сетях, причем вы можете добавить, да, то есть, я здесь внес три странички. Твиттера у меня нет, я не пользуюсь, как бы так, ну, не сложилось, то есть, у меня дружба со твиттером. Вот, вы можете добавить другой контакт, если у вас есть другие социальные сети, LinkedIn, там, и так далее, и так далее. И анкета пользователя. Когда мы регистрируемся, мы отчество не указываем, вы можете его ввести. Дальше вы пишете, если хотите того, да, адрес вашей прописки, страна, область, город, адрес, дату рождения, и можете сюда вписать паспортные данные. Для чего? Потому что, скажем так, при определенных манипуляциях, при покупке пакетов акций, нам необходимо вводить данные нашего паспорта, да, чтобы он у вас был под рукой, если вы не запоминаете цифры, там, буквы, которые есть, кем он выдан, да, и какого числа. Вы можете все здесь просто прописать и потом копируя, вставлять в нужное окошко. Это раздел профиля. Вот. Когда вы вносите какие-то новые данные, вы обязательно нажимайте кнопочку «Сохранить», если вы хотите, чтобы эти изменения сохранять. Мы с вами рассмотрели главную страницу и раздел профиля. Сейчас я вернусь. Задам вопрос. Слышно меня? Видно то, что я вот делал? Потому что бывают иногда трудности, залипания, хотя вроде последнее время Мирополис показывает, что вменяемый сервис, удобный и так далее. Все, тогда идем с вами дальше. Возвращаюсь в личный кабинет. Помните, я говорил, что хотел обратить ваше внимание, когда мы выходим на главную страничку, у нас на правом вращающемся баннере есть информация о том, что реферальные ссылки находятся там-то и там-то. Сразу хочу обратить ваше внимание, если вы регистрируете нового партнера, и может быть даже если он не собирается по каким-то причинам поначалу строить бизнес, порекомендуйте ему все равно зайти в раздел вот здесь «Инструменты партнера» у нас есть. И когда он нажмет любой из разделов «План вознаграждения», «Реферальные ссылки» либо баннеры, у него высветится одна и та же информация, если это новый партнер. Для того, чтобы там данная информация была вам доступна, необходимо подписать договор, то есть о взаимодействии с компанией. И порекомендуйте этот договор подписать. Там нет ничего такого крамольного, там нет каких-то обязанностей на вас серьезных возлагаемых и так далее. Там просто есть несколько обязательств, которые вы берете на себя. Если вы подпишете этот договор, это положительно может для вас сыграть в будущем, потому что иногда, скажем так, происходит ситуация, что у человека договор не подписан, под ним появляются реферальные партнеры и в итоге происходит оплата какого-либо пакета, а деньги человеку не исчисляет. Чтобы вот этого всего не происходило, я рекомендую просто это партнерское вознаграждение подписывать всем, кто регистрируется у вас. Не факт, что они будут строить бизнес. И не нужно сидеть у них на плечах, не нужно им доказывать, что это нужно делать, и что, скажем так, это круто изменит твою жизнь. Человек сам может понять, изменит ли его жизнь, надо ли ему это в данный момент. Вы можете ему помочь, вы можете ему объяснить, но вот настаивать, заставлять каким-то образом перегибать его позвоночник об свое колено абсолютно не нужно, потому что иногда вы можете сделать, скажем так, это действие в обратном направлении, получается. То есть люди поймут, что их куда-то тянут, их заставляют что-то делать. И, к сожалению, из потенциального будущего какого-то активного партнера, человек даже инвестором не становится. Но что интересно, человек может не подписывать это агентское соглашение, но при всем при том стать инвестором. То есть бывают у нас люди, которые говорят, мне не интересен маркетинг-план, мне не нужны ваши, скажем так, 15-20%, которые я могу здесь заработать. Я просто хочу себе купить пакет акций, и может быть даже очень большой, и может быть даже покупать потом в последующем еще себе пакет акций, но в принципе никому и об этом говорить не хочу. Соответственно, если человек трезво это вам сказал, вы это увидели, убедились, не надо даже его заставлять в принципе подписывать это соглашение. То есть он может зайти, он может купить себе акции, он может стать владельцами большого пакета акций. Вам это тоже в принципе выгодно, давайте говорить, называть вещи своими именами, если он зарегистрировался по вашей реферальной ссылке, вы получите положенное вам вознаграждение. Но не хочет он заниматься бизнесом, не хочет он никому говорить, ну и слава богу, вы периодически можете с ним общаться, продолжать. У него будет приходить рассылка с новостями о нашей компании, возможно у него что-то проклюнется, как мы говорим, пробьется росток через асфальт, и он поймет, что почему бы это не рассказать другим. Тем более, скажем так, у нас много новостей, у нас продолжается строительство. Мы все ближе к реализации данной технологии. Вокруг этого человека, я предполагаю, если он не живет где-нибудь на кладбище сторожем, огромное количество живых людей, которым об этом можно рассказать, качество жизни которых можно круто изменить в лучшую сторону. И этот человек может потом взять и просто сказать, слушай, а все-таки я хотел бы разобраться, что нужно сделать. Подпиши соглашение, а я тебе помогу на первоначальном этапе донести информацию до тех, кому ты об этом хочешь рассказать. Вот это самый правильный подход, которому стоит следовать, когда вы занимаетесь построением партнерской структуры и так далее. Не надо никого передавливать, пережимать ему кислород и доказывать, что без этого он умрет. Но с другой стороны, помогать активно тем, кто говорит, помоги мне разобраться. Но еще одна важная вещь, никогда не делайте за человека то, что он может сделать сам. Потому что воспитаете лентя, и вы потом, если у вас таких будет несколько, вы очень сильно будете уставать от этого бизнеса. Вот я вам такого не рекомендую делать. Итак, друзья, что у нас еще есть в личном кабинете? У нас есть раздел события. Так вот, первым пунктом на сегодня, пока еще, это будет какое-то время, поездка на Кипр. Это для людей, которые принимают участие в конкурсе, как это называют, лидеры нашей компании, с 15 апреля по конец мая действует акция, так ее можно назвать. Вот здесь все написано, что если вы в своем первом поколении, с учетом вашей инвестиции, делаете товарооборот 15 тысяч долларов, у вас есть возможность посетить бесплатное мероприятие на Кипре, которое будет проходить в течение шести дней. Это будет в июне месяце. Но также, в принципе, если вы не двигаетесь по этой акции, вы можете просто себе купить возможность принимать участие в данном мероприятии. Здесь написана его стоимость. То есть обо всем об этом можно почитать в разделе Кипр, в разделе события. Дальше важным пунктом нашего личного кабинета, с недавних пор, где-то месяца, наверное, 3, это уже у нас используется, является расписание действующее. То есть вы можете зайти в этот раздел и ознакомиться с расписанием вебинаров на ближайшие несколько дней, на неделю вперед. То есть здесь написано, кто и когда проводит какие мероприятия. Соответственно, нажимая на мероприятие, вы можете увидеть ссылку на вход в кабинет и дать эту ссылку своим людям, которые хотят разобраться в ближайшее время с нашим проектом. Они посетят мероприятие, соответственно, получат информацию. Дальше вы, ваш наставник и человек, который проводит мероприятие, поможет им разобраться в этой информации. Менеджер нашего отдела информационной поддержки. То есть теперь сказать, что я не знал, что у нас проводятся вебинары, нельзя. И в принципе своих партнеров, которые у вас зарегистрировались, вы можете сказать, если тебе будет интересно, даже если человек не строит бизнес, узнать информацию о технологии, о той возможности, которую предлагает компания Skyway Capital, о деньгах, которых ты можешь заработать, зайди в раздел расписания вебинаров и посмотри, когда ты сможешь это сделать. И я всегда рад тебе помочь и так далее. А лучше даже можно, скажем так, параллельно находясь в Skype, если он в другом городе, либо рядом с ним, просто показать, где это находится. Дальше у нас раздел новостей, который относится к инструментам ведения бизнеса. Почему, сейчас объясню. Напротив каждой новости, которая у нас есть, у нас бывает, вы сегодня можете заглянуть, там по 2-3 новости последние дни в сутки. Напротив каждой новости у нас вы видите, есть раздел, точнее кнопочки соцсетей. То есть нажимая на эту кнопку, у вас открывается панель, в которой вы пишете краткое описание, что это за информация, которую вы хотите разместить в той соцсети, которую выбрали. Ну, конечно, вы понимаете, выбирать нужно ту соцсеть, в которой вы зарегистрированы. У нас здесь 6 кнопок, от ВКонтакте до Инстаграма. И заходя, вписывая, скажем так, комментарий, нажимая кнопку разместить, либо отправить, в зависимости от той соцсети, в которую вы выбрали, информация размещается на вашей странице. Каждая этой, скажем так, информация, которую вы разместили на своей странице соцсети, прикреплена реферальная ссылка. Если после ознакомления с этой информацией люди из списка ваших друзей, либо из тех групп, в которых люди могли прочитать информацию, вы понимаете, соцсети работают по-разному, скажем так, сделать инструмент, который удовлетворяет все механизмы работы соцсетей, достаточно сложно, потому что где-то это размещается на стене, где-то это размещается на вашей личной странице. Есть соцсети для того, чтобы в группы отправить информацию, например, нужно необходимо делиться в группах. Есть те, которые сразу эту информацию забрасывают, во все группы, в которых вы есть. То есть потенциально большое количество людей может ознакомиться с информацией, нажать кнопку перехода на наши страницы, либо на сайт, либо на лидинг-партнера, ознакомиться с той информацией, нажав кнопку регистрация, введя свои данные, человек становится вашим партнером. То есть вот этот инструмент вы можете использовать. Если вы будете периодически выкладывать новости на своих страницах соцсетей, есть вероятность того, что у вас начнут появляться партнеры из интернета. Причем в соцсетях у кого-то просто, скажем так, большой вау народа, которого он не знает, а есть люди, у которых в соцсетях 200-300-500 людей, которых они реально знают, знакомые. Соответственно, это более близкие люди, и вероятность того, что они перейдут и ознакомятся с информацией, если у вас еще есть определенный уровень авторитета в своем кругу, в повседневной вашей жизни и деятельности, либо, скажем так, в том же интернете вы делитесь с людьми всегда полезной информацией, поверьте мне, этот инструмент сработает. Какой-то процент людей зарегистрируется, кто-то даже выйдет на вас, будет задавать вопросы, даже если он вас вчера не знал. Таким образом вы можете расширять свою сеть. Еще раз скажу, это раздел события, новости. И сейчас для тех людей, которые у нас были на мероприятии в Беларуси, это было в Минске, и в Минской области, в мае месяце, есть возможность, скажем так, возместить свои затраты по экофестивалю. То есть оплата дороги и проживания, если это не было класса люкс и так далее, вы просто заходите, нажимаете эту кнопку, туда, скажем так, закачиваете необходимые документы, чтобы финнадел нашей компании убедился, да, реально это ваши затраты, и вам на эти деньги будут начислены, скажем так, подарочные акции, то есть вы можете таким образом получить возмещение своих затрат при поездке на экофестиваль, который прошел в Минске. Кстати, мероприятие было действительно грандиозное, большое, было более там 700 человек в первый день, да, более, зал на второй день вмещал 500 человек, то есть много людей стояло, фактически столько же было и на второй день, и осенью у нас планируется после мероприятия в Берлине, которое состоится в сентябре, там будет выставка инотранс, куда пригласили, скажем так, нашу компанию представить свои разработки, представить в номинации, да, инновации на транспорте, вот, четыре дня это будет происходить, в октябре месяце планируется сделать второй экофестиваль, на котором планируется пригласить, там, от трех до пяти раз больше людей, чем это было вот этой весной. Поэтому, если вы не были, я вам рекомендую данное мероприятие посетить и привести с собой как можно большее количество людей. Услышать информацию от первоисточника, от того, кто все это начинал, от Юницкого, да, пообщаться с людьми, которые относятся к нашему конструкторскому бюро, руководители отделов, руководители направлений, вот, пообщаться с Виктором Бабуином вживую, да, очень приятный молодой человек, который является, скажем так, директором по стратегическому развитию, по международным отношениям и решает юридические вопросы. Человек пашет с утра до вечера, вот, и общение с ним очень интересно, эрудированный молодой человек, да, то есть, и он является одним из руководителей нашего проекта. Мы с вами рассмотрели раздел «События». Вот, теперь у нас есть еще несколько разделов, один из них самый простой, то есть внизу панели инструментов личного кабинета, вы просто подводите свой курсор мыши и видите, какой сегодня курс соотношения доллара к рублю. Соответственно, пакеты, которые у нас есть, там есть прописанная стоимость в долларах и в рублях, вы понимаете, что если вы хотите купить, например, пакет стоимостью, там, 200 долларов США, умножаете на 67, соответственно, стоимость пакета, то есть тех денег, которые должны прийти в компанию, чтобы вы приобрели этот пакет. В разделе «Помощь», ну, наверное, один из самых первых, который появился в нашем личном кабинете, он фактически не обновлялся, просто написан телефон, адрес электронной почты нашей службы поддержки здесь, в Москве, и написано, что вы можете сделать для того, чтобы к нам обратиться. Но, наверное, более удобно все-таки то, что я говорил, это позвонить с сайта, это быстрее, это живое общение, и можно задать вопросы в режиме реального времени. Так, мы с вами не разобрали, раздел «Профиль» мы с вами смотрели, мы не разобрали инструменты партнера, инвестиции, банкинг, да, то есть это вот такие важные разделы. Давайте начнем с инструментов партнера, потому что мы уже с вами говорили о новостях, да, то есть, которые относятся у нас внутри личного кабинета, еще делаю акцент. У нас раздел «Новостей» есть на сайте, и раздел «Новостей» есть в личном кабинете партнера. Так вот, в личном кабинете партнера – это инструмент, потому что вот к тому моменту, когда вы делитесь информацией в социальной сети, прикреплена реферальная ссылка. На сайте это просто новости. Итак, первый пункт – это план вознаграждения. Еще раз делаю акцент. Если вы не подписали договор, да, о взаимодействии с нашей компанией, то вот этот вот раздел нашего кабинета, маркетинг-план, либо план вознаграждения, он вам будет недоступен. И просто будет висеть эта надпись, что для того, чтобы данный раздел был вам доступен, пожалуйста, подпишите договор. В принципе, маркетинг-план, который описан у нас внутри личного кабинета, можно отнести к инструментам. Почему? Ну, во-первых, потому что вы грамотно можете с этим совсем разобраться, почитав про каждую квалификацию маркетинг-плана. Нажимая на кнопку, у вас дается информация, что нужно сделать для того, чтобы вырасти по карьере до этой ступеньки, какие проценты вы получаете, и есть графический рисунок. Но к инструментам больше относятся вот эти две кнопочки – скачать описание маркетинг-плана в формате PDF и скачать презентацию. То есть описание там с текстом, разъяснение, что к чему и почему, здесь просто графический и схематический. А презентация – это слайды презентации маркетинг-плана, которые вы можете просто сами, если считаете себя, не то чтобы способны, способны все, а если вы легко можете донести информацию по маркетинг-плану своему окружению, и вам нужны эти слайды, вы можете показывать их на планшете, на компьютере своем, то есть проводить эти встречи у себя дома, либо в кафе, либо даже пусть у вас небольшой офис. То есть эти слайды доступны в личном кабинете, это инструмент, поэтому смело можете его использовать. Далее – реферальные ссылки. По сути дела реферальные ссылки – это то, с чего начинается ваш бизнес. Когда вы подписали договор, у вас есть доступ к четырем реферальным ссылкам, две из них ведут на информационные ресурсы, такие как главный сайт и ленинг-инвестор, где люди просто могут более подробно ознакомиться с информацией, что из себя представляет наш проект, что из себя представляет технология Веницкого, какие действия здесь можно делать, какие деньги здесь можно зарабатывать, чем это отличается от чего-то подобного и так далее. Для людей, которым вы уже информацию давали, которые были на презентациях, на живых или, скажем так, в интернете, который у нас проходит периодически, и те люди, которые уже, скажем, готовы сделать шаг, вы просто копируете, нажав на кнопочку «Скопировать буфер», ссылку либо на страницу регистрации, либо прямо на форму регистрации в личном кабинете. То есть человек, вы скопировали эту ссылку, отправили эту ссылку, потому что без интернета вам здесь не обойтись, либо по электронной почте, либо в скайпе, либо в вайбере, либо в ватсапе, либо в каком-то другом мессенджере, там телеграм или что-то еще. Вот, вы можете ее отправить в социальных сетях, вы можете поставить эту ссылку в статус скайпе, в статус социальной сети, и кликая по ней, люди будут переходить на ту страницу, которую, скажем так, ссылку, на которую вы хотите им передать. Соответственно, просто здесь делаете, скопировать буфера туда, куда вы хотите отправить, там просто вставить. Но интернет вам все равно будет нужен. В нашей жизни часто мы сталкиваемся с людьми, которые, в принципе, и компьютером-то не владеют. Не то, чтобы они выходили в интернет, соответственно, у них есть проблемы с электронными платежными системами, у них нет ни одной и так далее. Но здесь даже выход в этом случае есть, и мы сейчас о нем с вами поговорим. А так, это инструмент, который позволяет вам начинать строить структуру. Было бы здорово, если вы сами, скажем так, научившись и знаете, где взять эту реферальную ссылку, зарегистрировали людей, и они говорят, мы тоже хотим строить бизнес, показали, где им взять реферальную ссылку, чтобы они могли не только это делать тогда, когда вы рядом, а чтобы они сами могли это копировать и давать другим людям. Тогда у вас бизнес будет двигаться и в то время, когда вы будете заниматься чем-то еще, не знаю, ходить в театр, смотреть спортивные соревнования, сами заниматься спортом, да, заниматься каким-то хобби, но при этом серьезно относясь к нашему бизнесу, да, обучать своих партнеров всему тому, что вы умеете сами. Тогда у вас будет создаваться остаточный доход. Итак, друзья, в инструментах партнера есть еще раздел «Баннеры». Этот раздел в первую очередь предназначен для людей, которые себя как рыба в воде чувствуют при занятии инфобизнесом, да, интернет-бизнесом. То есть это люди, у которых могут быть свои сайты, блоги, у которых могут быть сайты-одностраничники, да, они умеют их создавать. Это те люди, у которых могут быть страницы в соцсетях, то есть в Фейсбуке можно создать страницу и туда разместить, скажем так, баннеры какие-то, подписную форму и так далее. В разделе «Баннеры» у нас находится более 60 баннеров. Мы нажимаем здесь на кнопку, высвечивается «Выберите баннер». Мы выбираем именно тот размер, который нам наиболее подходит для размещения этого баннера на нашей странице в интернете, да, то есть у нас есть какое-то поле, ну, желательно, чтобы это была первая страница вашего сайта, либо блога, чтобы это бросалось в глаза. Правое, либо это поле, левое, там, стол сверху, либо снизу, куда вы его разместите, это вам уже решать. Вот, но важно, что вы можете выбрать, куда перейдут люди при нажатии на этот баннер, да, он будет вот так же, такой же картинка, у вас светится красиво на странице вашего сайта, вот, и либо на лейдинг-партнеров, то есть когда вы выбираете что-то, либо официальный сайт, либо лейдинг-партнеров, вы копируете это и вставляете в нужное место на своей интернет-странице, и вот этот вот баннер будет работать за вас в интернете 24 часа в сутки, потому что если у вас какой-то еще блок тематический, который посещается большим количеством людей, неважно на какую тему, скажем так, вы давали людям информацию, путешествия, скажем так, курсы кройки и шитья у вас были, либо кого-то учите рыболовство, неважно чему, если у вас сайт посещаемый, и вы поняли, что данная технология может вам позволить чаще вышивать, чаще ловить рыбу в экзотических местах, чаще там делать еще что-то, чем вы занимаетесь, размещаете данный баннер, люди читают ваш блог, видят, что это что-то интересное, переходят, я не говорю, что это 100% сработает и все зарегистрируются под вами, но кто-то это может сделать. Опять же, у вас есть определенный авторитет в том кругу, в котором вы людям давали информацию, это очень важно. Вот это инструменты, которые есть у нас на сегодняшний день. К инструментам, кстати, партнерам мы на презентации говорим, относятся просто вот такие мероприятия, которые мы проводим сейчас, это даже обзор личного кабинета, это презентация, это маркетинг-план, это обучающие мероприятия лидеров бизнеса нашей компании, начиная с понедельника, заканчивая воскресеньем. Причем они проходят на целом ряде языков, русский, венгерский, словацкий, то есть для региона Чехии, Словакии, на эстонском проводят Владимир Маслов вебинары, и еще целый ряд языков, и в дальнейшем этих языков будет больше, потому что у нас проходят для французов на французском языке. Англоязычный, скажем так, вебинар у нас уже готовится к выпуску, и хочу добавить следующее, что специалисты нашей компании работают над тем, чтобы у нас здесь была не только кнопка английского и русского языка, но уже и немецкого, и других языков. То есть страницы нашего личного кабинета и сайта будут переведены, и они будут доступны для инвекторов с огромного количества стран. А вы знаете, что международных языков в принципе-то не так уж и много. Китайцев много, есть китайский язык. Ну на русском говорит определенная аудитория, дальше английский, французский, немецкий, испанский, португальский. То есть это международные языки, которые можно пересчитать по пальцам. И вот будучи, скажем так, по мере развития нашей компании, эти кнопки будут появляться, и люди из этих регионов смогут знакомиться с информацией. Так, дальше у нас остался раздел статистика, раздел инвестиций и раздел банкинга. Давайте мы, наверное, перейдем в раздел инвестиций, хорошо? То есть, нет, давайте с банкинга все-таки. Банкинг, помните, мы с вами вначале говорили о том, что вот есть баннер, который перевернулся, у нас там транзакции высветились. Так вот, транзакции, как я вам говорил, это тот раздел, в котором отражается вся информация о движении денежных средств в вашем личном кабинете. Завели ли вы деньги, пополнили свой основной счет деньгами, купили пакет акций, вывели деньги, заработанные, скажем так, себе куда-то на кошелек. Вам кто-то перевел деньги, скажем, вы кому-то перевели деньги. Здесь все это будет отражаться. Потому что здесь написано, какая сумма пришла, баланс, который на данный момент, дата, когда это произошло, и какие действия были совершены. Вы видите здесь, да, прибыль, вот лично приглашенную, прибыль там от структуры, снятие средств. То есть информация эта отражается. Поэтому все, что вам нужно сделать, когда вы, скажем так, засомневались, что у вас было денег больше или нет, зайти в раздел транзакций. Следующий, в разделе банкинга идет информация, раздел, точнее, пополнить счет. И, наверное, для всех новичков, которые появляются в нашем проекте, первым делом я бы порекомендовал, чтобы приобрести пакеты, ну, совсем беспроблемно и просто, это зайти в раздел пополнить счет, ввести сюда сумму, например, там, давайте я введу 15 долларов, да, вот, и нажимаете кнопку пополнить. У вас тут же система эту информацию, как я говорю, проглатывает, и высвечивает вам несколько платежных систем, благодаря которым вы эти деньги можете ввести на основной счет. Кошелек OkPay, PerfectMoney, Яндекс.Деньги, Visa, либо MasterCard, да, AdvancedCash, Visa весь мир, то есть это для людей, которые проживают за территорией России при Балтике и СНГ. Kiwi кошелек, очень удобно для людей, проживающих в России, потому что это беспроцентное пополнение основного счета. Кошелек WebMoney, кошелек Revolute и перевод SWIFT, вы можете, благодаря инвойсу, который будет сформирован, пойти в банк и со счета своего банка перевести денежные средства в наш личный кабинет. Вы видите, появляется информация, номер счета, на какую сумму он вам выставлен. То есть для того, чтобы двигаться дальше, вам необходимо будет просто выбрать ту платежную систему, благодаря которой вы хотите деньги завести, и дальше действовать по инструкции простой, которая будет написана. то есть нажмите вот это, введите вот это, не забудьте писать вот это, и сделав, выполнить простые 2-3 действия, ваши денежные средства попадут на основной счет. То есть там вместо нулей будет цифра, которую вы заводили в личный кабинет. Вы заметили, что я нажал цифру 15, там высветился счет, я как бы сейчас не стал пополнять, видите, вот здесь стоит 15, я все это вытираю, но произошла следующая вещь, то есть система сгенерировала мне счет, соответственно, я вам сейчас покажу раздел выставленные счета, который у нас в разделе банкинга находится. И помимо тех счетов, что у меня были оплачены, когда-то, то есть я приобретал пакет акций, вот у меня появился счет, видите, неоплаченный, написан его номер, который был там, время 17.38, пополнение счета, я хотел его на 15 долларов. Вот если вы тоже это сделали, но просто, скажем так, еще не сориентировались, каким электронным кошельком вы будете пользоваться, то есть вот этот счет у вас здесь будет висеть. Вы можете зайти завтра, послезавтра, нажать кнопку оплатить и благодаря той платежной системе, которая у вас снова высветится, пункт из 9 вот этих платежных систем, оплатить, завести денежные средства на основной счет, либо отменить. Вот я нажимаю отменить, меня спрашивает система, вы точно уверены, что хотите удалить счет? Я говорю, да, окей, уверен. Сейчас сайт прогрузится и в разделе неоплаченных счетов у меня ничего не будет. А в разделе подтвержденные, когда вот я что-то покупал, вы можете нажать, у вас высвечена дата, номер счета, который вы когда-то оплачивали. Дальше, по полный счет мы с вами посмотрели. Перевод средств. Давайте я вам расскажу про перевод средств. То есть это та функция, как раз которую я озвучил 5 минут назад. То есть есть люди, которые, ну, не на короткой ноге с компьютером находятся, да, то есть у них возникают сложности. Кто-то вообще никогда им не пользовался, но вы им красиво рассказали о том, что он может стать инвестором, зарабатывать здесь деньги, сделать много хорошего для окружающего мира, для окружающих людей. Он загорелся, говорит, да, я готов, вот у меня деньги на руках, на тебе деньги, говорит, помоги мне. Если вы строите партнерскую, скажем так, структуру, у вас есть денежные средства на бонусном счете, например, либо на основном, вы можете сделать следующее. Он нам дает денежные средства там по курсу, который вы посчитали, ну, например, в тех же рублях, а у вас есть необходимое количество денег на бонусном счете. Вот сюда вы вводите сумму с бонусного счета, который у вас есть в обмен на эти деньги, что он вам дал, вводите адрес электронной почты, ну, предварительно, конечно, вы его регистрируете. То есть вы его сначала регистрируете по своей реферальной ссылке, либо человек зарегистрирован по ссылке вашего партнера, например, который в вашей структуре, но у него нет электронных платежных систем, а тот человек тоже только вникает в данный бизнес. Деньги к вам, вы сюда вбиваете сумму, вводите электронный адрес этого человека и нажимаете найти получателя. У вас высвечивается, что в этой системе с таким-то фамилией, имени, отчеством и с таким электронным адресом есть партнер. Вы нажимаете кнопку продолжить, у вас высвечивается поле для введения кода. Код вам приходит по почте, либо с поддержкой, скажем так, службы технической поддержки еще уточняется. Вы вводите потом этот код, нажимаете перевести, деньги считываются с вашего, скажем, счета, либо с бонусного, либо с основного, либо из того, из другого, потому что бывают ситуации, что у вас есть деньги на основном счете, например, 40 долларов и 160 на бонусном. А человек хочет купить пакет за 200. Вот он вам деньги отдал, а вы 200 долларов со своих двух счетов ему перевели, и у него в течение короткого промежутка времени практически сразу на основном счете возникает сумма, которую вы ему перевели. И он может реализовывать ее на покупку пакетов акций компании Skyway Capital. Это хорошая функция, действительно удобная. Но было все равно здорово, если вы потом научили бы человека пользоваться компьютером, объяснили ему, что такое электронные платежные системы, там, по крайней мере, помогли бы ему открыть Киви кошелек, который беспроцентно, его денег не будет отнимать, если он будет что-то делать. Ну и так далее. Дальше. В разделе банкинга у нас есть возможность вывести деньги. Вот я сейчас нажму запрос на вывод. То есть если вы строите партнерскую структуру и у вас уже есть на бонусном счете сумма от 30 долларов и выше, то вы можете деньги вывести. Но прежде чем их вывести, потому что выводятся они на те счета, которые вы указали. Вот. То есть у вас есть, например, кошелек Киви, Яндекс.Деньги, еще там целый ряд кошельков, на которых у нас осуществляется вывод. Вот. И прежде чем, скажем так, осуществить этот вывод 30 долларов и более, вам необходимо в разделе банкинга зайти в раздел настройки, и здесь прописать реквизиты той платежной системы, на которую вы планируете в дальнейшем деньги выводить. Вот. Их у нас немного, но в принципе достаточно для того, чтобы решать эти вопросы. Видите, у меня здесь написан Киви, кошелек, Яндекс.Деньги. Вы можете нажать добавить реквизит и вам будет предложено несколько вариантов. Вы можете сюда вписать карточку Visa MasterCard, прописав ее номер, фамилиями владельца, срок действия и указав валютную или рублевую. Вы можете выбрать WebMoney, кошелек Opay и Advanced Cash кошелек, долларовый либо рублевый. То есть, то, что вы выберете, то, что у вас может быть на момент, когда вы, скажем так, захотите осуществлять вывод, вы отсюда выбираете. Ну, вот, например, Visa MasterCard, да, вот здесь стояла, я вам сказал, что вам необходимо ввести. Если вы выберете кошелек WebMoney, соответственно, вам нужно указать номер кошелька и нажать ОК. И здесь будет написано WebMoney, номер кошелька и точно так же, как мне предлагается возможность данный кошелек удалить. Но когда вы оформляете заявку на вывод, вы указываете, на какой кошелек вы выводите, сумму и специалист нашего финнадела туда выведет денежные средства. Это раздел банкинга. Теперь у нас остался раздел инвестиций и раздел статистики. Давайте зайдем в раздел статистики, хотя вроде бы это идет, скажем так, лошадь впереди телеги, да, но так оно и должно быть, по идее, наоборот, телега впереди лошади. Статистика, это я вам говорил, что вы можете попасть в этот раздел по вашей структуре партнерской, либо слева набрав, вот кликнув по этой кнопочке статистика, либо со страницы главной левый баннер нижний, да, который тоже вращает там было написано маркетинг. Когда вы заходите в раздел статистики, первое, что я вам рекомендую сделать, это актуализировать структуру, да, то есть вручную нажимаете вот на эту кнопочку, вращающуюся, две стрелочки, у вас обновляется информация и здесь у вас сейчас будет отражена информация о вашей партнерской структуре. Какое количество уровней, какое количество, скажем, инвесторов у вас находится в первом, втором, третьем, четвертом, пятом, десятом поколении, если у вас их 10, и какие суммы инвестиций в разных поколениях благодаря вашей деятельности, деятельности ваших партнеров пришли в компанию. Это вот табличка короткая здесь. Дальше у вас идет круговая диаграмма и написано, в какой квалификации находятся партнеры вашего первого поколения, да, то есть один из клиентов, один консультант, девять партнеров и какое количество инвестиций, в какой квалификации люди сделали в первом поколении. Привязка идет к первому поколению. Дальше идет информация по полной вашей структуре, то есть внизу вы можете настраивать фильтры, то есть показывать только людей в такой квалификации либо в другой квалификации, либо те, кто инвестировал, либо те, кто не инвестировал. Если вы галочек никаких не будете ставить, то у вас просто высвечивается опять же круговая диаграмма и кто проинвестировал и в процентном соотношении посчитано. Люди в какой квалификации в вашем первом поколении инвестировали денежные средства, да. Дальше, что у вас здесь еще есть? У вас есть весь список партнеров первого поколения. Те люди, которые у вас здесь написаны, да, вот ноль человек, соответственно, человек у вас один. Он подписан в вашем первом поколении, никого не регистрировал за собой. Но что здесь важно? Напротив этого человека есть кнопочка информации. Когда вы кликаете по ней, это и с точкой зеленая, высвечивается электронный адрес и телефон этого человека. Почему это важно? Потому что, как я говорил, у нас иногда люди регистрируются в интернете и заходя в свой личный кабинет, вы вдруг видите, у вас появился новый реферальный партнер и есть у вас у него электронный адрес и телефон, как минимум, да. Если он еще взял и профиль сразу заполнил грамотно, еще его и скайп. Иногда скайп человека можно найти благодаря его электронному адресу, потому что все-таки большой процент людей регистрируют скайп по своему основному электронному адресу. Этот электронный адрес они указывают при регистрации партнера. Соответственно, у вас появляется возможность связаться с этим человеком, если вы его не знаете. То же самое я вам показывал, что вы можете связаться со спонсором, когда вы видите в разделе профиль. Дальше, если хоть один человек, вот вы видите здесь, один человек стоит напротив фамилии, имя вашего партнера, вы кликаете, и этот человек у вас появляется, видите, на втором уровне. И также у него есть своя информация, кто он такой, какой электронный адрес и его телефон. Если людей больше, то есть, соответственно, вы нажимаете следующего человека. Здесь появляются люди, у которых тоже есть кто-то зарегистрированный. И так вы можете дойти до последнего уровня глубины вашей структуры и прочитать информацию, точнее, иметь электронный адрес и телефон каждого своего партнера. Какой объем он сделал и так далее. То есть, это информация по вашей структуре. Очень важно пользуйтесь этим, скажем так, не отставляйте в сторону. Если у вас появляются люди, которых вы не знали, они зарегистрированы, лучше, что вы можете сделать, короткий промежуток времени с ними связаться, познакомиться, возможно, им нужна помощь и по технологии, и по развитию проекта, давая им информацию, помогая им развиваться, соответственно, они могут здесь начать становиться инвесторами, партнерами и зарабатывать деньги. И вы, соответственно, благодаря тому, что помогаете им зарабатывать, тоже будете получать доход. Также внизу раздела, скажем так, структура, маркетинг, находятся в последних 6 движений денежных средств в вашем личном кабинете. То есть, какой процент был начислен, за что, эту информацию вы можете найти здесь. Достаточно объемная и простая, с другой стороны, информативная. Поэтому не стесняйтесь нажимать на статистику и смотреть, чем он отличается от предыдущей недели хотя бы. У нас остался раздел инвестиций. Первый из разделов моих инвестиций, это мои сертификаты. То есть, если вы ничего еще не покупали, у вас здесь пусто. Просто ничего нет. Если вы уже оформляли сертификаты, то, допустим, вы только купили сертификаты, оформили соответствующий документ, то у вас здесь будет стоять номер сертификата Skyway Capital, дата, количество купленных акций. И дальше здесь будет стоять сертификат, который сформирован, который вы можете себе скачать. Вот я вам сейчас покажу. Он меня перечеркнут, я потом объясню, почему. Вот так выглядит сертификат. Он будет без этой красной надписи. Вы знаете, что в последнее время у нас каждый месяц передаются данные об инвесторах за месяц в нашу головную компанию, вкраневую. Соответственно, как только эти данные переданы и вы внесены в реестр, у вас появляется кнопочка выписка из реестра. Видите, синего цвета здесь. Вы нажимаете на выписку из реестра, у вас моментально скачивается на компьютер таблица, в которой прописаны все ваши данные, диапазон акций, какое из них количество, когда вы их купили, стоит штамп и подпись Анатолия Дарна-Череницкая. И у вас появляется возможность заказать бумажный сертификат, доставку за 10 долларов. Это уже сертификат компании реестродержателя. Он у вас будет. Это то, что вы можете сделать. Вот что находится в разделе сертификата. Когда вы только купили пакет акций, у вас сначала здесь будет стоять информация о том, что сертификат, состояние, статус сертификата на рассмотрении, потом второе будет изготовление, потом будет написано, что все, сертификат готов. После передачи, как я сказал, ваших данных и то, что когда точнее изготовление сертификата, вам необходимо подписать договор. Видите, здесь написано договор принят. Если он не подписан, здесь будет красным стоять такая кнопка, которую вы нажимаете, вы можете ознакомиться с текстом договора и необходимо будет закачать две страницы паспорта, если вы, скажем так, находитесь в той стране, в которой есть институт регистрации и прописки и ваша первая страница с фамилией, именем, отчеством или с фамилией, именем с вашей фотографией. Это, скажем, необходимый набор документов для подтверждения, что вы, именно вы купили, скажем так, тот пакет акций, и вы являетесь его владельцами. Если вы из той страны, в которой нет института регистрации и института прописки, вам необходимо приложить тот документ, который будет свидетельствовать, что вы оплачиваете какие бы то ни было услуги по тому адресу, который вы указали при регистрации. Тогда, скажем так, вы себя идентифицируете. Дальше будет процесс идентификации немножко другой, более, скажем так, тот, который принят, он может кому-то показаться более, может быть, затянут, но тем не менее, чтобы мы максимально соответствовали рынку ценных бумаг. У нас многие люди до сих пор, приходя в наш проект, относятся к этому, я не хочу обидеть ни одной сетевой компании, ни один MLM-проект. Вот там люди просто покупают товар, они могут зарегистрировать порой человека по другой фамилии и так далее, и так далее. Мы имеем дело с деньгами и ценными бумагами. И вот тех людей, которых вы будете регистрировать, сразу настраивать их на серьезный лад. Потому что, как оказалось, у нас некоторые люди даже регистрировали себя по другой фамилии и именем, типа того, чтобы кто-то не знал. И потом, когда они начинают подписывать договор, а у них паспорта на этого человека нет. Ну, то есть, я считаю, что это бред. Это все равно, что прийти, например, в Российской Федерации, хотеть уехать из Москвы, Санкт-Петербурга, например, на Сапсан, да на чем угодно, либо на самолете, дать паспорт другого человека, и потом прийти на посадку и требовать, чтобы вас куда-то там отвезли. Поэтому, я думаю, что к процессу, который имеет дело к деньгам, который имеет дело к ценным бумагам, нужно относиться серьезно. Это зависит от вас тоже, как от наставников, которые приглашают людей, чтобы люди сразу настраивались нормально. Здесь нет ничего страшного, но, с другой стороны, не нужно к этому относиться, как к игрушке какой-то. Дальше, в разделе инвестиций у нас есть инвестировать, рассрочки, мои рассрочки. Вот раздел мои рассрочки, я вам сразу хочу сакцентировать внимание, то есть он у вас будет, скажем так, заполнен чем бы то ни было, если вы приобретали пакет акций в рассрочку. Здесь будет табличка, в которой будет написано, какое количество месяцев вы оплатили. Вам здесь будет предложена возможность, скажем так, настроить автоматическое списание денежных средств ваших счетов, основного, либо бонусного. Если вы понимаете, что вы строите структуру, и вы будете ее оплачивать не раньше, хотя такая возможность есть, вы можете взять рассрочку на 10 месяцев, оплатить ее за месяц, за день, как некоторые делают, несколькими платежами и так далее. То есть все это у нас реально. Вы можете сделать отложенный платеж, если вдруг вы взяли рассрочку, денег у вас не оказалось, вы нажимаете, что готовы оплатить эту рассрочку в следующем месяце, но в двойном размере получается. То есть за этот месяц и за следующий. И так три раза можно делать в периоде рассрочки, например, на 10 месяцев, но не чаще. И нельзя это делать подряд. То есть если вы отложили платеж сейчас, то в следующем месяце отложить платеж у вас не получится. Поэтому я вам предлагаю, прежде чем, скажем так, делать приобретение пакетов акций в рассрочку, там у каждого пакета есть описание его, то есть что вы приобретаете и что вам необходимо сделать, на каких условиях и так далее, и так далее. И к чему влечет, скажем, например, отказ от рассрочки? Неоплата ее вовремя или просто принятие решения, что вы ее оплачивать не будете? Что в этом случае происходит? Куда деньги у вас деваются? Что аннулируется? И так далее. С этим всегда можно ознакомиться. Дальше. Есть раздел инвестировать, он более полный, либо просто отдел рассрочки. Это там конкретно в том разделе высвечиваются пакеты, которые вы можете приобрести в рассрочку. Ну, я нажал раздел инвестировать, потому что, как я сказал, он более полный. Здесь у нас сначала идут два баннера больших, которые информируют вас, что можно купить пакеты акций в рассрочку. Сегодня пока еще, по сегодняшнему дисконту, вот та информация, которую вы видите, она будет действовать 6 дней, 6 часов, 4 минуты, и вот уже 3 минуты 59 секунд. Это вот то, что осталось до действия вот этих пакетов. Условия выгодные. Дисконт вы видите сами, да, то есть ваши денежные средства увеличатся, скажем так, минимально там у нас получается от 130 раз, вот, да, и вот вы видите, до 570, и даже где-то здесь единоразовые пакеты есть до 600 раз, если вы готовы проинвестировать большую сумму. Вот, если вы нажмете, скажем так, на баннер приобретения пакетов акций в рассрочку, вы перейдете на страницу моей рассрочки, там, точнее, рассрочки, и там будет информация по каждому пакету, я сейчас покажу. У нас есть возможность приобрести пакет за 1000 долларов сегодня с хорошим дисконтом, первоначальным 300, да, вы получаете 300 тысяч акций. Если вы будете готовы в течение следующего месяца оплатить еще раз в 1000 рублей, вам начисляют 480 тысяч акций, и еще потом в месяц, да, меньше месяца пройдет, там, 30 дней, например, вы оплачиваете еще 1000 долларов, еще 570 тысяч акций. То есть получается 1 миллион 350. Либо вы единоразово можете купить крупные пакеты стоимостью 5000 долларов с дисконтом 500 на выходе 2,5 миллиона акций, либо 10 тысяч долларов, 550 дисконт, либо за 50 тысяч долларов вы можете взять пакет с предоставлением вам права получить юбилейную монету, высадить эксклюзивное дерево на территорию Экотехнопарка осенью, когда у нас будет мероприятие. Следующий экофестиваль, да, и информация по пакетам, которые можно приобрести сразу и единоразово оплатив те деньги, о которых мы сейчас с вами говорили, она дается вот в такой табличке. Вот у нас акционные пакеты стоимостью 5000, 10000, 50000 долларов и 1000 юбилейной желтым выделен, да. Есть еще пакет, который люди могут приобрести за 250 долларов сразу заплатив с дисконтом 130. Помните, я говорю, у нас со 130. Что бы я хотел еще показать? Видите, у нас есть дисконт стоимостью 50 тысяч долларов, точнее, пакет стоимостью 50 тысяч долларов, например, с дисконтом 600. Вот у нас стандартный лист, да, прайс-лист, как мы его называем, он не относится ни к каким акциям. Это прайс-лист на светло-серо-зеленом фоне. Вы можете купить эти пакеты с акционного счета, либо с бонусного, либо с прошлой деньгами заплатив, не привязываясь никаким, скажем так, рассрочкам к акциям и так далее. Вот у вас есть денежные средства на такую сумму, вы можете это дело здесь приобрести. Но вот смотрите, пакет, который стоит 50 тысяч долларов, да, в обычном его оформлении, дисконт 460, а на выходе, например, 23 миллиона акций. Пакет, который вы приобретаете по действующей сейчас акции, стоит столько же, но дисконт 600, и на выходе 30 миллионов акций. Вы понимаете разницу, да, потому что вот мы знаем, что к 17-му году в планах компаний, что каждая отдельно взятая доля компании либо акции будет стоить 1 доллар США. Умножайте. Разница ни много, ни мало в 7 миллионов долларов на выходе. А деньги те же самые. То же самое можно сказать, например, о пакете, который стоит 250 долларов единоразово, он на дисконт 130, на выходе 32 с половиной тысячи акций, да, и у нас есть пакет стоит 200, дисконт 102, на выходе 20 тысяч 400. Пакет, который стоит 350 долларов, у него уровень доходности ниже, чем у акционного пакета 123, хотя на выходе вроде бы 43, 0,50. Вы можете сделать следующее, то есть для того, чтобы, скажем так, у вас дисконт был достаточно высокий, да, вы можете выбрать пакет акционный за 130, с дисконтом 130, например, у вас есть 250 долларов, но у вас нет 350, но у вас есть 310, вы берете, ставите плюсик напротив пакетика, который стоит 250 долларов, вот я ставлю, видите, единичка появилась, у вас есть еще 60 долларов, но 350 нет, нажимаете единичку напротив пакета стоимости 60, суммарно это 310, да, вы видите, дисконт, который здесь напротив пакета 60, он 79, здесь 130, но что происходит, по правилам нашей компании, если выбрали два пакета, дисконт считается по уровню пакета, который максимальный, соответственно, на выходе у вас получают 40 300 акций, стоимость пакета 310, вот, если вы здесь посчитаете по отдельности, да, 32 500 плюс 4700, получается, 37, 240, а у вас, если вы два пакета покупаете, один из них с максимальным дисконтом, видите, на 3000 ровно акций больше, поэтому, вот, об этой тонкости знают не все, хотя мы всегда об этом говорим, то есть, когда вы покупаете два пакета разного номинала, дисконт пакета меньшего пересчитывается по дисконту пакета больше, дальше, если вы выбрали этот пакет, вам необходимо просто-напросто его оплатить, если у вас достаточно будет, например, денег на основном счете вы пишете 310 с основного счета, либо у вас, например, 300 долларов на основном, 10 с бонусного, вы вписываете это дело, и когда вы его вписываете, внизу у вас появляется кнопочка оформить, если у вас денежных средств нет, вы не вписываете, ну, вы не пополняли свой личный кабинет, вы просто ставите точку напротив той платежной системы, благодаря которой вы хотите оформить пакет, ну, например, Яндекс.Деньги, да, вот, поставили Яндекс.Деньги, там, Visa, либо 20 Cash, видите, у вас появляется кнопка оформить, если мы нажмем эту кнопку оформить, то, опять же, там будет краткая инструкция, что необходимо проделать, чтобы вы приобрели пакет акций, выбранный нами из раздела инвестировать личного кабинета. Сейчас опять я этого делать не буду, я просто эти цифры уберу, минус и минус, тоже нолики. То есть для того, чтобы выбрать, какое количество пакетов, какого номинала вы хотите купить, просто напротив данного пакета в последней графе количества вы, нажимая на плюсик, либо на минусик, выбираете то количество пакетов, которые хотите оплатить. Вот, все достаточно просто. Выбрали, спустились вниз, есть деньги на основном либо бонусном счете, вписали их, есть деньги на основном бонусном счете, вписали их, но если их не хватает, еще, скажем так, ставите точку напротив той платежной системы, благодаря которой вы доплачиваете и покупаете себе пакет. Вот таким вот образом. Теперь вернемся к пакетам в рассрочку. Пакеты в рассрочку, они в самом начале раздела инвестировать, да, как я вам показывал, либо здесь сразу раздел рассрочки. И здесь я хочу вам показать, наверное, самое важное, потому что сделать все достаточно просто. У каждого пакета, приобретаемого в рассрочку, есть такая кнопочка подробности. Нажимая подробности, идет подробное описание того, что вы приобретаете. Внимательно рекомендую ознакомливаться с этой информацией и потом, скажем, делать какие-то телодвижения. Вот. Видите, у нас сейчас еще есть акционный пакет, как пакеты, которые действовали, помните, да, в рассрочку на 10 месяцев, которые находились на баннере, которые вы можете приобрести с выгодным дисконтом, оплачивая ежемесячно 500 тысяч, 2,5 тысячи, 5 тысяч долларов в месяц. И есть пока еще пакеты, которые позволяют вам затрачивать ежемесячно 80, 150, либо 500 долларов от 6 до 2 месяцев оплаты, где вы можете посадить фруктовое дерево на территории Экотехнопарка в Минской области осенью. Дальше движение точно такое же, как я вам показывал в разделе инвестировать, да, просто обычно в разделе инвестировать без рассрочка. Единственное отличие, пакеты в рассрочку вы не можете приобретать с акционного счета. А вот если вы строите структуру, да, и у вас начисляется на акционный счет какое-то количество денег, и в принципе это от компании пока на сегодняшний день это все-таки подарки, и это так называем, то есть вы можете строить структуру, денежные средства выводить, но вам пока начисляют денежные средства и на акционный счет, вы можете приобретать пакеты за акционные деньги. То есть просто вы увеличиваете портфель инвестиций в нашем проекте. Вот видите, Акционный счет 163 доллара. Вот 200 накопится, куплю пакет за 200. Вы сюда просто вписываете акционный счет, выбираете пакет за 200. Потому что с акционного счета можно купить пакеты только светло-серый-зеленого фона. От 15 долларов до 150 тысяч долларов. По большому счету, мы сейчас с вами побывали во всех разделах личного кабинета. Как бы сложного, ничего нет. Если возникают какие-то сложности, может быть пересмотреть надо запись данного вебинара, либо обратиться к наставнику, который есть. Вопрос здесь есть. Заканчивая рассрочка 1.600, хочу взять два пакета с этим же дисконтом. Мне будет понятно в кабинете, закрываю один пакет, а взять два. Вы знаете, не знаю, дадут ли вам два пакета с дисконтом 600. И вообще дисконт 600 в принципе действует сейчас и будет продолжать действовать. То есть он никуда не делся. Если он у вас был, вам будет позволено оформить рассрочку с дисконтом 600. Если вы брали рассрочку с дисконтом меньшим, то дисконт 600, конечно, вы взять не можете. Если вы закрываете один пакет, то один вы и возьмете. Ну, вы знаете, да, сложность, я вижу, Светлана, возникает порой при переводе денежных средств с определенных, скажем так, стран, тем более, скажем, между которыми, может быть, не совсем хорошие отношения, да, в последнее время и так далее. Возможно, у человека есть какие-то электронные кошельки. Будь то WebMoney, будь то PerfectMoney, будь то, скажем так, что-то еще. Я знаю, на Украине у многих людей есть PerfectMoney. Возможен вариант, опять же, я ни в коем случае не хочу вас к этому двигать, да, но тем не менее, то, что я рассказывал. Если у вас есть партнер, по которым регистрируется данный человек, у вас на бонусном счете есть денежные средства, значит, этот человек вам отправляет денежные средства переводом Линистрим, Золотая Корона, либо что-то еще с Украины, вам лично вы его получаете, а со своего, скажем так, бонусного счета вы ему переводите сумму, необходимую для приобретения пакетов. Вот это еще один из путей, которым можно воспользоваться. Вы знаете, Любовь Владимировна, запись ведется и, в принципе, ну вот я не знаю, почему перевод 12 долларов, я могу сказать следующее, Юнистрим, Золотая Корона, я получал переводы с Украины, сам отправлял 1% от стоимости перевода. Поэтому если пакет стоит 15 долларов, то с человека возьмут, скажем так, сумму, там есть, правда, договорка, но не менее какой-то суммы, да, там не менее 100 рублей, например. Вот таким вот образом. Не может быть 12 долларов в комиссии за 15 долларов, но такого вот я не сталкивался, потому что реально эти переводы работают, там Лидер, Золотая Корона, Юнистрим, они вам переводят, а вы с бонусного счета им забрасываете и покупаете таким образом пакет. Вот. Сейчас я по поводу того, где посмотреть можно запись вебинара, я вам сброшу ссылку на наш канал вебинаров. Там большое количество записей разных спикеров, которые говорят о разном, да, по разную информацию, касаемую. И занятия разные. То есть там есть занятия с лидерами, там есть занятия Ларисы Артамоновой, нового сознания для новых технологий, записи вебинаров Владимира Маслова, Сибиряковой, Суходоева и так далее. То есть там большой объем информации, было бы желание все это смотреть. И вот на этой странице будет выложен вебинар, который проходит сейчас. Я в конце записи остановлю, она будет сконвертирована и будет выложена туда. Так, сейчас я еще посмотрю, какие есть вопросы. Одно могу сказать, вы знаете, личный кабинет у нас несложный. Да, он у нас обновляется, и фактически каждую среду я рассказываю о чем-то новом, что появляется в нашем кабинете. И сегодня, в принципе, было то же самое. То есть два одинаковых кабинета в течение недели у нас не бывает. Но там нет таких изменений, что у вас полностью возникает каша в голове, нет, добавляется какое-то новое удобство. В хорошем смысле. Ну, в принципе, у меня вся информация. Если у вас больше нет вопросов, так, закрыла на одного партнера пакет по дисконт 1.6001 и взяли в кабинете два пакета, открылись, гасили по 25 долларов и 100. Ну, вы знаете, если это вот работает, значит, хорошо. Да, то есть, как бы так, компания, значит, идет навстречу, и вы можете купить с тем же дисконтом пакеты. Единственное, вот я могу, важный момент здесь я вам скажу. Если у вас, например, пакет был куплен за 50 долларов, да, с дисконтом 600, то вы сможете оформить там за 50, за 100, по-моему, за 250 у нас были. За 25 у вас взять не получится. Если вы брали за 25, то у вас вся линейка открывается. То есть, вы можете взять всю линейку и выбрать себе тот пакет стоимостью 25 долларов и выше. Ну, по крайней мере, так нам говорили программисты, которые оформляли эту возможность. И дисконт 600, вот вы задаете вопросы, да, компания, когда начала движение в проекте с применением рассрочки, было сказано так. Если вы добросовестный плательщик, а к добросовестным плательщикам относятся те, кто выполняет свои обязательства, взятые на себя, в декабре купил пакет и в октябре оканчивает оплату этого пакета. Его можно назвать недобросовестным? Нет. Соответственно, и в октябре даже этим людям будет предоставлена возможность купить себе пакет с дисконтом 600. Если вы принимали участие в акциях и хотели получить дополнительные акции, но это уже касается тех пакетов, которые куплены после 23 января. У нас там были дисконты 500, там еще чего-то и так далее. Вот для тех людей, кто купил пакеты после 23 января, у нас вот как раз, помните, да, пакеты сеньор, старт, стабильный, бизнес. По ним, делая досрочные платежи, двойные платежи в месяц, вы получали дополнительный бонус. Соответственно, если вы брали пакет на 6 месяцев, например, да, и вы сделали двойной платеж во время действия, акции действия этого пакета, вы оплатите рассрочку не за 6 месяцев, а за 5. Либо вы можете пропустить следующий платеж, вот если вы сделали двойной, соответственно, в вашей таблице по рассрочке будет написано, что вы сделали, например, платеж за май и за июнь, да, вы можете следующий месяц оплачивать, следующий пакет, точнее, следующую проплату делать в июле и также оплатить его за 6 месяцев. А можете в июне оплатить и, скажем так, сократить срок оплаты пакета на месяц, там, на два. Может, вы сделаете, если будет продлена двойного платежа, в следующем еще раз двойной платеж, и вам, может быть, подарок такой сделают. Вот таким вот образом. Да, с большего на меньший, правильно, Светлана, взять нельзя. Так, спасибо вам, что были сегодня с нами, то есть я теперь начинаю работать в прежнем режиме. Завтра у нас 18 часов презентация проекта компании Skyway Capital. Ну, думаю, слабо немножко видоизменится, потому что информация есть, много информации по СМИ и так далее. Если у вас есть люди, которые только сейчас изъявили желание разобраться в проекте, либо, скажем так, знакомились с информацией месяц назад, полгода назад, там, год назад и прочее, пригласите их на этот вебинар, они получат информацию о том, что сделано на сегодняшний день. Возможно, вы поможете им разобраться в этом, ответив на их вопросы, либо благодаря нашим менеджерам, либо вашим спонсорам, да. И есть вероятность, что эти люди в последние шесть дней действия шестого, скажем так, дисконта шестого этапа приобретут себе какой-либо из пакетов акций, и это будет им выгоднее, чем они это сделают с 1 июня. Вот я вам такое рекомендую, и пусть таких людей будет гораздо больше. Спасибо вам всем. Здоровья, любви и денег. До новых встреч на наших вебинарах. Запись я сейчас останавливаю. Всем успехов, здоровья, любви и денег. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok